А как изменилась мотивация у них? Потому что, смотри, под Бахматом как раз вагнеровцы были до весны, до лета, и они воевали и очень хорошо воевали. Потом произошла вся эта история с Пригожиным и, я так понимаю, они исчезли. И насколько изменилось качество их армии? Не сильно изменилось. Во-первых, на самом деле вагнеровцы практически все полегли в Бахмуте и на околицах. Там была группировка около 40 тысяч, и большая часть, по нашим сведениям, вышла меньше 10 тысяч оттуда в общей сложности. То есть практически группировка вагнеровцев была уничтожена. Не суть, что случилось бы дальше с Пригожиным, потому что им нужно было уже уходить или пополняться именно вагнеровцам, потому что сами они бы уже там не выхиливали. На сегодняшний день мы сейчас под Купинском. Мне сложно сказать, что именно сейчас происходит под Бахмутом, но на тот момент, когда мы еще там были осенью, в принципе особого изменения мы не увидели. То есть заходят контрактники, достаточно много контрактников, которые, я так понимаю, ну, Рашка страна большая, денег у них нету, селяне какие-то там последние, не будем говорить, что с солью доедают. И когда им предлагают какие-то там деньги, несколько тысяч долларов, они идут на контракт, и в принципе и наша разведка в том числе подтверждает, что в плане подписания контрактов у них проблем нет. Минимум 20 тысяч человек в месяц они подписывают контракт, и эти люди идут, и в принципе, повторюсь, среди них есть и хорошие бойцы. То есть нельзя недооценивать, нельзя. И попадаются, да, попадаются, как мы называем это, и все называют в Украине, чмобики и так далее, но на самом деле достаточно много сейчас с их стороны солдат, которые, ну, воюют, будем так говорить.